главный обе главный объясничек московской области он там скважину сегодня сергей нам сделал идет промывка скважины друзья всем привет сегодня у меня не совсем обычное видео я приехал к своему брату на садовый участок и у него сегодня делают абиссинскую скважину очень интересный процесс обязательно вам покажу как это происходит приехал сергей у него также есть канал на ютюбе называется записки абиссинчика можете посмотреть я на этот канал давно уже подписан с интересом его смотрю в общем он помогает людям дачникам людям имеющим садовые участки московской области помогает с обеспечением водой то есть делается скважина вручную в труднодоступных местах в том числе и таким образом добывается вода для полива теплиц и полива грядок в общем решается проблема водоснабжения который часто стоит у нас очень остро я вам покажу обязательно растения которые растут на садом участке моего брата здесь очень много всяких интересных растений сейчас правда конечно еще только начало и середина весны вторая половина апреля вот но у него просто здесь внизу не было воды воду приходилось подавать сверху там где они расположен дом а вот внизу где у него огород здесь появится сегодня абиссинская скважина покажу вам обязательно как она будет работать как с нее будет подаваться вода ну и конечно покажу растение которые здесь посажены все очень интересно две теплицы много яблони наград ежевика все покажу здесь сейчас проборе на 9 метров такая вот система шланг насос сейчас уже а вот сергей главный обид главный объяснить московской области вот водичка уже пошла пока промывочная да вот здесь целая система поверьте стоит потом покажу вам готовый результат как все работает здесь пойма реки пехорки там речка здесь низина живописные места я помогу вот уже цветочки распустились красивые тут шпалера спеши по ежевикой сорта которые я когда-то здесь дал моему брату видит саженцев самых вырастет сейчас не помню точно какая-то перчика висит triple crown triple crown ежевика в этом году сильно подмерзла потемнели побеги у меня также сильно в этом году ежевика подмерзла хотя вот видно что одна пригнута была укрыта это еще ничего может быть хотя бы на нижней части откроются почки и будет ягода но вот зелененький побег вот неправда посередине вот здесь был агроспан сверху перекинут здесь соответственно подмерзла нижняя часть ближе к земле и вот эта часть которая была тоже ближе к земле вот она зеленая поэтому ежевику надо обязательно укрывать здесь вот тоже зеленые вот посередине пробило морозом укрытие ежевика не погибла возможно просто будет меньше урожая естественно будет меньше ягод на ней вот здесь также вот это совсем почернело но пойдет молодая поросль побеги замещения пойдут от корней то есть ежевика не погибает даже если все стебли почернели побеги вымерзли сам куст ежевики остается жив та часть что земле только ягод в этом году может не быть поэтому надо обязательно укрывать этот год был неблагоприятный для зимовки ежевики поэтому у меня также много кустов почти так же выглядит несмотря на тщательное укрытие в зиму идет промывка скважины насос качает бочку вот такая водичка чистенькая принципе уже пошло вот здесь тоже насос и вот по шлангам сюда вот с бочки откачивается жимолость один из самых раннецветущих плодовых растений тоже мы складовая посмотрите 7 14 апреля московской области вот она уже начинает цвести и здесь не зимка бывает прохладнее особенно ночью туманы у меня же мост уже цветет чуть пораньше у меня повыше участка здесь вот только набирает цветочки вот так же и живет вот эта часть не было а нет он ее подвязал она тоже была пригнута вот средняя часть средняя часть побита морозом вот она это дуга этот сильно куст прихвачен но еще от сорта зависит некоторые сорта более устойчивые более зимостойкие некоторые менее это неплохо еще выглядит смотря на вот эти пятнышки принципе может быть еще нормально будет вот это хорошо сохранился не знаю что за сорт бирочки нет возможно black satin он устойчивый вот поставил шпалеру побеги закрепил и здесь сейчас вполне уже ясно что растение живо в этом году на этом кусту будет обязательно ежевика и вот кустики живите смотрите также хорошо сохранился вот средняя часть прибил ее морозцем вот так выглядит ежевика но на этом кусту будут я бы конечно хорошо сохранился так здесь я так понимаю гортензия метельчатая вот значит подрезал ее на три почки это не я обрезал это мой брат здесь ну короткая достаточно обрезка не знаю что за сорт бирочки нет я бы чуть-чуть по другому обрезал ну ладно в общем короткая обрезка надеюсь что успеет зацвести вот так же метельчатая гортензия но на мой взгляд здесь допущены ошибки в обрезке ну ладно не буду на них усугублять внимание штамбик ему наверное года два уже может быть три самый толстый вот молодые побеги здесь более длинная обрезка раз два три на 4 пары почек но это сто процентов зацветет нужно только его конечно подвязать чтобы не распадался я бы вот так вот этот пенек вот здесь бы срезал не нужно как обрезать гортензию метельчатую есть видео на моем канале вот так же кустик три штамба обрезан на раз два три четыре пары почек и здесь раз два три пары почек но вот это более-менее такая стандартная обрезка розы вот это неплохо сохранилась не почернела было под укрытием зелененькая несет тоже смотрите почки уже пошли на розах уже розочка растет и здесь вот это наверное плетистая высота высоко оставлены побеги почти не обрезана сверху часть подморожены может английской точно не знал это тоже хорошо сохранилась и вот розочка смотрите видно что жива хорошем сохраняя после зимы и он чеки выходят видно что разные виды разные сорта смотрите вот вместе растут рядом развитие этого развитие этого сейчас померяем тебе сколько воды дает скважина абиссинская за 30 секунд 10 литров до отлично то есть вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вон там скважину сегодня Сергей нам сделал Здесь вот неровный участок со склоном с большим Терраса сделана и крутая лестница Основной участок там внизу в пойме А вот там стройка идет, там делают дорогу, новостройки и там вот река Пехорка, чуть подальше Красиво Здесь Цветочки, тюльпанчики уже И вот виноград я хотел показать тоже Свиноград Ему уже лет, наверное, 7, да, Валер? Лет 7 назад сажали Вот он уже плачет Плачь лозы Начался Ну хорошо, перезимовал Ну хорошо, перезимовал Это, по-моему, Энсет Сидлис Сидлис, да, Энсет Нормально он зимует, хорошо Американский сорт Морзостойкий Но все равно Легкое укрытие в этом году На нем было в виде адраспана Толстые лозы уже О, какие Здесь В пристенной культуре Рядом с домом Против Южная сторона Солнышко Здесь ему Зимно Надеюсь, данное видео было вам интересно И полезно Всем большое спасибо за просмотр Хороших вам урожаев